Все под колпаком американские конгрессмены еще на 6 лет продлили действие закона о слежке за иностранцами, позволив спецслужбам страны прослушивать разговоры и читать чужие имейлы по всему миру. Какие тайны теперь станут совсем явными? Дмитрий Анопченко искал ответ на этот вопрос в Капитолии. Масштабы поражают. Как выяснилось CNN, американское агентство национальной безопасности ведет постоянную слежку за 100 тысячами иностранцев за пределами США. Но под колпаком не только граждане других стран. В прошлом году спецслужбы перехватили 150 миллионов телефонных звонков самих американцев. Количество прочитанных имейлов так велико, что и подсчитать невозможно. И все это вполне легально. В том числе и на основании так называемого раздела 702 закона о слежке за иностранцами. В январе его действие истекло. И десятки конгрессменов, а среди них и демократы, и республиканцы заявили, пора покончить с незаконной слежкой. Внесли поправку. Запретить спецслужбам читать сообщения американцев. Мол, под предлогом борьбы с терроризмом. Они могут незаконно собирать информацию о жителях страны. Споры в зале заседаний были жаркими. Следить за иностранцами в нарушении Конституции – это еще ладно, но следить за американцами – это недопустимо. Защитим американцев от произвола правительства. Мы не будем знать, что задумали террористы. Мы не сможем послать эти данные властям, чтобы предотвратить атаки. Последствия серьезные. Но в итоге Палата представителей ограничений не ввела. 164 голоса против, 256 за. И действия закона продлили еще на 6 лет. Во многом из-за давления Белого дома. Администрация как могла уговаривала конгрессменов дать спецслужбам карт-бланш. А президент Трамп так и вовсе написал, мол, это слежка за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Будем умными, нам это нужно. Своё слово еще должен сказать Сенат, но уже сейчас понятна. Попытка бунта тех, кто выступает за ограничения полномочий спецслужб, провалилась. И СМИ задаются вопросом, а какая именно личная информация теперь перестанет быть тайной? Формулировка в законе обтекаемая. Муз-спецслужбы без санкции суда могут прослушивать телефонные разговоры и просматривать имейлы иностранных граждан, находящихся за пределами США. Если задействованы американские интернет-серверы, узлы связи или спутниковые каналы. Но учитывая, что полмира пользуется Фейсбуком, почтой от Гугла или Скайпом, нынешнее голосование в Конгрессе, по сути, открыло для контроля любые данные, которыми мы обмениваемся с помощью этих сервисов и сетей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.